Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна Вагниста, ваш учитель английского языка. И я приветствую вас в плейлисте 150 английских фраз для разговора. Сегодня мы посвятим целый урок одной фразе, которая звучит как «Bits me». «Bits me». Что бы это значило, давайте с вами разбираться. Фраза имеет довольно-таки вольный перевод. Можно переводить как «Ума не приложу», «Не понимаю», «Не знаю», «Что бы меня покрасили». «Чёрт его знает». То есть можно с ней, в общем-то, играться. Эта фраза используются тогда, когда вы правда не знаете. Ну, это как бы такой разговорный вариант, да. Мы сами не понимаем, почему иногда говорим «Ума не приложу». Почему мы так говорим? Ты знаешь эту актрису? «Ума не приложу, кто она?» Или «Чёрт его знает, кто она?» Почему мы так говорим? Почему нельзя сказать «Я не знаю?» Почему нужно вот это вот выпендриваться, друзья мои? Есть такая вот человеческая потребность, да, Иногда хочется о простых вещах сказать как-то вот с подвывертом, да. Вот это как раз тот самый случай. Ну, здесь они сами не знают, говорят, непонятно, откуда эта фраза. Мы не знаем, в общем, так политкорректно написано. Но, возможно, она происходит от выбивания информации из кого-то. То есть, «Bit information out of someone» – выбить силой, да, принуждением из кого-то информацию. «When someone is holding back information, they would get beat until they tell the answer». Когда кто-то скрывает какую-то информацию, то их могут набить для того, чтобы получить ответ. «In this case, the person could be saying that even if I was beaten, I would know». И в этом случае человек может так сказать «Бейте меня», но я всё равно не скажу, да. «Хоть убейте меня», «Хоть поколотите меня», но я всё равно не буду этого знать. Вот может быть, возможно, это такая вот догадка, да, почему фраза звучит так. «Therefore, it became popular to say beats me to indicate you do not know». Ну и, в общем, так получилось, что стало довольно-таки популярным вариантом говорить «beats me», чтобы показать «не знаю», «чтобы меня покрасили», да, «хоть побейте меня». Более дословный перевод, но так в русском языке не говорят. Я более чем уверена, что в разных регионах нашей огромной страны люди по-разному могут передать этот вариант. Ну вот, чтобы меня покрасили. Это очень-очень вольная трактовка данной фразы, да. Я не знаю, почему так говорят. Возможно, даже так говорят только в моём регионе. Ну вот, есть вот такая вот штука. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что фраза не дословная. Она контекстная, она просто приукрашает нашу речь. Фраза украшательного характера. Okay, now let's read the examples. It beats me how they finished before us. Понятия не имею, как они закончили раньше нас. Чёрт-то его знает, как они закончили раньше нас. It beats me, или просто beats me, можем говорить и так, и так. Beats me why he was so mean to you. Чёрт-то его знает, чего он был так груб с тобой. Понятия не имею, почему он был так груб с тобой. Чтоб меня покрасили, я не знаю, почему он был так груб с тобой. Beats me why he was so mean to you. Мы можем то же самое сказать I don't know why he was so mean to you. I don't know how they finished before us. Beats me how she found out we did it. Чёрт ты узнает, как она обнаружила, что мы это сделали. Beats me how she found out. Find out, обнаружить, узнать правду. How she found out, чёрт ты узнает, как она обнаружила, что именно обнаружила, we did it, что мы это сделали. Обратите внимание, что после beats me или it beats me у нас будет какое-то союзное слово how, или там why, например, смотря, что требуется по контексту. Теперь мы с вами переходим к мини-диалогу. So, how did you and Tim do in your race? I finished in third and Tim finished in second. You got third? How did Tim beat you? Beats me, I guess he has been training really hard. Ну что, как там ваше состязание с Тимом? Как ваше race? Вообще как бы как гонка, но если, например, люди бегут друг с другом на перегонки, это тоже race. Я закончил третьим, а Тим закончил вторым. То есть ты был третьим? А как Тиму удалось тебя побить? Победить? Чёрт его знает! Я думаю, что он очень хорошо, очень усердно тренировался. Итак, so, итак, how did you and Tim do in your race? Я вам уже объяснила слово race. Можем тут понимать это как состязание бегунов на перегонки. Итак, как вы с Тимом поучаствовали? Как у вас дела? How did you do? И в чём вы поучаствовали? В забеге. In your race. I finished in third. And Tim finished in second. Я закончил на третьем месте. In third. А Тим закончил на втором месте. In second. You got third. Ты был третьим. Get third. Как бы быть третьим. Ты получил третью позицию. You got third. How did Tim beat you? А как Тим тебя побил? Обратите внимание, слово beat здесь также использовано, но совсем в другом контексте. Если вы победили вашего соперника, you beat your, you beat the other contestant. Yes. You beat your enemy. То есть, beat действительно здесь используется в прямом значении. Побить или победить. How did Tim beat you? И дальше мы используем beat уже в переносном значении. Beats me. Понятия не имею. I guess he has been training really hard. Я думаю, что он тренировался очень усердно. I guess, я думаю, возможно. He has been training. Через has been training показываем, что все это время, вплоть до состязания, он этим делом занимался. He has been training really hard. И вот он очевидный результат. На результат нам намекает. Вот здесь вот выбор времени perfect. Пусть и perfect continuous, но все-таки здесь вот этот акцент на результат, что он меня победил, потому что тренировался. Вот он здесь чувствуется, ощущается. Давайте этот диалог прочитаем с вами по ролям. Я буду за человека А читать, вы за человека Б. Ваша задача говорить вслух вашу реплику. Я буду оставлять паузу, чтобы вы все успели. So, how did you and Tim do in your race? You got third? How did Tim beat you? Okay, great. Now we change the roles. Now you start. I finished in third, and Tim finished in second. И, друзья мои, еще парочка фраз, которые имеют очень похожее значение. I have no idea how to do this. Понятия не имею, как это делать. I have no idea – очень популярный вариант. Очень его любят американцы, когда они реально не имеют понятия, как это делается, как так можно. То есть никакой идеи у них в голове нет. Они так и говорят I have no idea. Причем, обратите внимание, именно так. I haven't any idea. I have no idea. I have no idea. То же самое, что beats me. Beats me how to do this. I have no idea how to do this. I don't know what he's talking about. Я не знаю, о чем он говорит. Beats me what he's talking about. I don't know. Я этого не знаю. У меня нет никаких идей по этому поводу. То есть мы с вами понимаем, что beats me имеет более распространенные, конечно же, варианты, синонимы. I have no idea – разговорная фраза. И I don't know – фраза универсально подойдет абсолютно для любой ситуации, если вы правда не знаете. И, друзья мои, теперь мы с вами просто прочитаем все эти фразы еще разочек. Я буду читать их вслух. Ну и оставлять паузу, чтобы вы успевали вместе со мной. Помним, что это очень важное упражнение, которое поможет вам прокачать вашу английскую речь. Вроде бы, как по одному заданию кажется, да что я там прокачаю? Но если вы таких заданий сделаете, например, 50, то, конечно же, и результат будет совсем другой. Окей, let's do it. It beats me how they finished before us. Beats me why he was so mean to you. It beats me how she found out we did it. So, how did you and Tim do in your race? I finished in third, and Tim finished in second. You got third? How did Tim beat you? It beats me, I guess he has been training really hard. I have no idea how to do this. I don't know what he's talking about. Отлично, друзья мои. И, в общем-то, ваше домашнее задание – сделать обратный перевод всех фраз на английский без подглядывания. Очень хорошо, если вы будете делать это вслух. Также, если вы будете писать, то вы будете тренировать свои навыки письма. А теперь еще разочек слушаем, как диктор прочитает все наши примеры. Я надеюсь, что урок вам понравился. Если это так, не забывайте жать лайк, оставляйте свои вопросы, комментарии, и продолжайте тренировать свой английский язык вместе со мной на канале. Окей, English. С вами была Елена Викторовна Вагниста. До встречи. See you. Bye. It's me how she found out we did it. So, how did you and Tim do in your race? I finished in third, and Tim finished in second. You got third? How did Tim beat you? Beats me. I guess he has been training really hard. I have no idea how to do this. I don't know what he's talking about.